Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я рассказывал о распиновке различных вариантов семисегментных светодиодных индикаторов и на примере четырехсимвольного индикатора показывал, как подключить его к Ардуино. Мы разбирали два примера. Непосредственное подключение Ардуино к светодиодному индикатору, где пришлось задействовать 12 цифровых пинов и подключение через 8-битный сдвиговый регистр 74HC595, где нам удалось сократить число использованных цифровых пинов микроконтроллера до 7. В этом видео поговорим, как же подключить светодиодный индикатор на четыре цифры к малышу ATTINE13. Сразу скажу, что данный метод будет работать и с микроконтроллерами ATTINE25, 45, 85. Если взглянуть на распиновку ATTINE13, то видно, что нам доступно всего пять цифровых пинов. Четвертый и восьмой связаны с землей и с питанием 5 вольт соответственно, а первый хоть и обозначено, что он может работать и с цифровым, и с аналоговым сигналом, но это пин еще и связанный с ресетом. Есть, конечно, способ подключения на нем функции ресета и превращения в обычный пин ввода-вывода, но тогда мы теряем возможность прошивки микроконтроллера с помощью ИСП-программатора, в качестве которого в моих роликах выступает Arduino Uno. В общем, теоретически это интересно, и я постараюсь подробнее об этом рассказать в одном из будущих роликов, но сейчас пойдем более простым путем. То есть, если рассматривать схему подключения из прошлого видео, у нас существует нехватка двух цифровых пинов. Если мы не можем задействовать больше цифровых пинов от ETINI, то попробуем повторно задействовать те, что уже задействовано. И действительно, после того, как задействовав три пина микроконтроллера, мы записали битовые представления цифры в память сдвигового регистра, эти пины нам не понадобятся, вплоть до записи следующей цифры. Именно этой паузой мы можем воспользоваться, предварительно соединив эти пины с общими катодами секции, на которые нам не хватило пинов. То есть, если привести пример с Arduino Uno, то мы отсоединяем двенадцатый пин светодиодного индикатора, который является общим катодом для четвертой секции, от тринадцатого пина Arduino Uno и присоединяем его к четырнадцатому пину сдвигового регистра. А соединение светодиодного индикатора с двенадцатым пином Arduino заменяем на соединение с двенадцатым пином сдвигового регистра. Изменяем скетч из прошлого видео таким образом, чтобы проверять, если речь идет о первых двух секциях, то мы работаем классическим образом и десятый с одиннадцатым пином у нас отвечают за вывод цифр в первую и вторую секции светодиодного индикатора. А вот если речь о третьей и четвертой секции, то тут мы подаем низкий уровень сигнала на восьмой пин или на девятый пин . 4 плюс 5. Arduino Uno. Конечно мы одновременно подаем сигнал и на двенадцатый или четырнадцатый пин сдвигового регистра, но это все равно происходит в промежутке между выводом цифр, так что на его работу это не влияет. Загружаем скетч в Arduino и видим, что все цифры светятся, но с сильным мерцанием. А на камеру выглядит как будто они вообще загораются по одной. Но мы можем изменять этот эффект, уменьшая значение переменной и паузы. Уменьшим паузу до трех миллисекунд. Вот так вот я мерцание уже не замечаю, хотя на камеру оно по-прежнему заметно. А если уменьшить паузу до одной миллисекунды, то на камеру мерцание уже не видно, но сегменты светодиода не успевают гаснуть перед выводом новой цифры и четкость выводимых цифр снижается. Так что оптимально, на мой взгляд, значение паузы в три миллисекунды. Теперь перенесем этот принцип на ATtiny13. Второй и третий пин ATtiny13 соединим с шестым и восьмым пином светодиодного индикатора. Пятый, шестой и седьмой пин ATtiny13 соединим с одиннадцатым, двенадцатым и четырнадцатым пинами сдвигового регистра. Четвертый пин ATtiny с минусом, а восьмой с плюсом макетной платы. Двенадцатый и четырнадцатый пин сдвигового регистра у нас также будут подключены к девятому и двенадцатому пинам светодиодного индикатора. И адаптируем наш скетч для ATtiny согласно его распиновке. На выход у нас будут работать пины с нуля по четвертый. В блоке кода, отвечающем за работу со сдвиговым регистром, изменяем номера пинов, которые соответствуют распиновке ATtiny. И в блоке, где мы зажигаем нужный сегмент, тоже меняем номера пинов в соответствии с нашим подключением. Соответственно, третий и четвертый пин для первых двух секций и первый и второй пин для третьей и четвертой секции. Паузу я изначально сделаю 5 миллисекунд, чтобы сравнить с прошлым примером на Arduino Uno. Загружаем скетч в ATtiny, берем источник питания. Источников 3 и 7 вольта нам вполне достаточно. И видим беготню цифр. Впрочем, для ATtiny это нормально, так как таймер тут не может похвастаться точностью. Он зависит от частоты работы микроконтроллера, а частота еще может зависеть и от подаваемого напряжения. Попробуем уменьшить не значение переменной паузы, а значение клоп микроконтроллера с 9.6 до 1.2. Загружаем скетч в ATtiny. Устанавливаем на плату и подаем питание. Вот уже намного лучше. Камера все равно передает мерцание, но мне его не видно. Попробуем еще изменить паузу до 3 миллисекунд. Загружаем скетч, снова устанавливаем микроконтроллер на макетную плату и подаем питание. На камере сохраняется слабое мерцание. Я его не вижу, но цифры не так четко отображаются, как в прошлом случае. В общем, прошлый вариант мне нравится больше. Таким образом, меняя значение паузы и частоту таймера, можно добиться оптимального результата. Как вариант, можно рассмотреть еще один метод экономии пина ATtiny. Это пожертвовать отображением десятичной точки и седьмой пин сдвигового регистра подключить к одному из общих катодов. Тогда мы можем отправлять восьмым битом каждой цифры 0, что будет соответствовать низкому уровню сигнала, если речь идет о выбранной нами секции, либо единицу, если речь идет о всех остальных секциях. И, конечно, в резерве у нас остается первый пин ATtiny, который в случае большой нужды мы можем вывести из-под власти ресета и превратить в обычный пин ввода-вывода. Впрочем, это тема для отдельного видео. Да, и еще по просьбам зрителей подготовил таблицу, чего куда подключать, соединяя светодиодные индикаторы разных типов и ардуино, а также ATtiny. Но размещу ее завтра в отдельном небольшом ролике, чтобы можно было видео с этой таблицей вставлять в уже выпущенные ролики в качестве подсказки. Всем спасибо за просмотр, до завтра!